Далее добавим правило, которое управляет значением строки организации. Как видим, сейчас на чертеже это поле не заполнено. Перейдем в сборку, откроем наше правило, откроем папку «Свойства инвентар» и, как видим, здесь нет функции организации. Чтобы определить, как ее добавить, откроем английскую версию инвентара, откроем нашу сборку и выберем «Свойства инвентар». В «Свойствах инвентар» на английском это вкладка «Суммари» и строка «Компани». Вернемся в нашу сборку на русском языке. Это, соответственно, вкладка «Документ» строка «Организация». Итак, добавим в правило, копируем последнюю строку, которая отвечает за наименование. Вкладка «Суммари» уже выбрана. Остается исправить тайтл на «Компани». И запишем значение «Студия вертекс». Чтобы проверить, как работает это правило, для всех трех случаев запишем с небольшим отличием значение организации. Во втором случае вертекс запишем большими буквами и для последнего случая полностью значение организации запишем большими буквами. Нажимаем «Ок». Выберем «Грузоподъемность 1.6», сохраним сборку для обновления и перейдем на чертеж. Как видим, на чертеже появилась организация. Размеры изменились. В правиле подкорректируем значение параметра «С3», которое мы забыли изменить. Нажмем «Ок». Еще раз обновим сборку, вернемся в чертеж и видим, что ширина проушины теперь изменена на 8. Сохраним чертеж. Далее, для различных значений грузоподъемности мы хотим записать разных авторов. Точно так же, как для значения организации, в английской версии инвентора находим строку, которая отвечает за разработчика. Из свойств инвентора видим, что стандартной такой функции нет. Копируем последнюю строку. И значение «Компани» изменим на «Автор». Для значения грузоподъемности «Однотонна» запишем автора для примера «Роман». Для значения грузоподъемности «Один и шесть тонны» вставим такую же строку и изменим значение разработчика на «Дмитрий». И для последнего варианта грузоподъемности «Две тонны» разработчик «Александр». Нажимаем «Ок» и проверяем, как это отображается на чертеже. Итак, грузоподъемность «Травер» за «1,6 тонны» разработчик «Дмитрий». Далее добавим группу управления значением свойства «Инвентор» «Комментарий». На английском это строка «Комментс». Переходим к нашему правилу. Копируем последнюю строку. Вставляем вкладку «Саммери», та же, что и для автора, и значение строки «Комментс». Проверяем правильность написания и записываем значение «Комментария». Например, можно записать значение «Траверса». То есть «Траверса» предназначена для перемещения стенда и продолжить назначение. Копируем эту строку. Итак, для значения грузоподъемности «1,6 тонны» изменим комментарий для перемещения, например, двигателя. И грузоподъемность «2 тонны». Также изменим комментарий, например, для перемещения редуктора. Нажимаем «Ок». Итак, видим, что в свойствах «Инвентор» обновилось примечание. Теперь, где это можно использовать? Можно вставить технические требования на чертеже. Вставим сейчас их в виде текстов. Выберем значение «Строки и свойства моделей». Выбираем значение «Пояснения» и копируем это значение в текст. Так, в тексте добавилось у нас назначение «Траверс». Изменим высоту текста. Теперь для каждого варианта грузоподъемности у нас будет разное назначение. Добавим еще одно свойство «Инвентор» – английский «Subject». Еще раз копируем строку. Вкладка «Саммари». Значение строки «Subject». И запишем грузоподъемность 1 тонна. Копируем эту строку. Для значения параметра грузоподъемности 1,6 изменим значение грузоподъемности 1,6 тонны и в последнем случае грузоподъемность 2 тонны. Откроем чертеж. И добавим еще одну строку к нашим техническим требованиям. Это будет пункт 2 и значение по-русски «Тема». Также изменим высоту текста и видим, что теперь для каждого случая будут различные значения грузоподъемности. С помощью формы выберем грузоподъемность 2 тонны. Сохраним сборку для обновления. И вот видим, что наши технические требования изменились. Также изменился разработчик. Продолжим редактировать правила. Откроем папку «Сообщения». Выберем «Показать сообщение». Запишем значение сообщения 1 тонна и заголовок этого сообщения «Грузоподъемность». Таким образом, при изменении параметра грузоподъемности у нас будет появляться сообщение с указанием грузоподъемности. Добавим кнопку «Ок» и значок информации. Полностью копируем эту строку и вставим ее для значения грузоподъемности 1,6 тонны. Также для грузоподъемности 2 тонны изменим значение сообщения и нажимаем «Ок». Видим, появляется сообщение о том, что траверса сейчас грузоподъемностью 2 тонны. С помощью формы выбираем 1 тонна и также появляется сообщение с соответствующей грузоподъемностью. Сохраним правило и сборку и видим, что чертеж корректно также обновляется. Продолжение следует... Продолжение следует...